Товаров на общую сумму свыше 7 миллиардов долларов экспортировали петербургские предприниматели по итогам первого полугодия. Об этом свидетельствуют данные Петростата. Правда, это почти на 4% меньше, чем годом ранее. Как выправить тенденцию и воспользоваться валютным преимуществом, чтобы начать поставки в другие страны, сегодня обсудили на неделе предпринимательства. Здесь бизнесмены имеют возможность получить бесплатную консультацию от специалистов. Самый большой риск – это попытка взять рынок с наскока. Это знаете, как у нас шашку вытащили, кавалерийскую, и давайте как-то сейчас просто попробуем продать, и все. Бухаем туда какую-то сумму, авось получится. У тех же получилось когда-то. Непонимание рынка, непонимание рисков рынка. Сейчас за рубежом особенно ценятся отечественные IT-разработки. Многие компании держат курс на Азию. Это Индия, Китай, а также бывшие союзные республики. Но кроме информационной сферы, Петербург активно развивает инновационное приборостроение и финансовые технологии. А вот, например, одежду в России производить пока невыгодно. Даже производство швейных машин, которое сейчас есть в стране, по сути сборка иностранных комплектующих. У нас есть сложности с изготовлением продукции на территории России, потому что оно неконкурентоспособное чаще всего бывает. Нужно ответить, что отрасль, в которой нужно развиваться, в которой пытаемся мы развиваться, это молодые дизайнеры. Потому что все-таки молодые дизайнеры, пускай и в очень небольшой нише, но они работают. Именно на молодежь возлагают надежды участники рынка. Напомню, программы поддержки дизайнеров и легкой промышленности готовит и правительство Петербурга. Уже сейчас начинающие модельеры могут получить двухлетний кредит на 3 миллиона рублей под 5% годовых. Но программы поддержки еще будут расширять. Продолжение следует...